На сцене оперного театра репетируют учащиеся императорской школы русского балета. Сегодня вечером они представляют вниманию донецких зрителей свою программу. Танцоры приехали из Санкт-Петербурга, признаются, устали после дороги, но времени на отдых нет. Мы приехали в Донецк, я считаю, что это очень значимое для нас еще раз событие. Мы очень рады, что мы приехали, что мы можем показать то, что мы приготовили. Дарья занимается балетом более 10 лет. Первый пан она выучила в Донецке в школе хореографического мастерства Вадима Писарева. Вспоминает, подготовка к фестивалю была очень напряженной. Очень тяжело, там, ну, как обычное балетное искусство, требует жертв. Готовимся каждый день, часов по 9-6, бывает до 5 утра репетируем. Художественный руководитель школы рассказывает, все номера, представленные в сегодняшней программе, очень сложные. Обычно их используют взрослые артисты балета. Вообще это профессиональный балетный фестиваль детский. Это, в общем-то, не для самодетельности, а как раз для артистов балета. И нам это очень нравится. В фестивале примут участие воспитанники хореографических школ Украины, России, Армении, Норвегии, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов. Для последней страны 20 лет назад даже само слово «балет» было в новинку. Группа, моя первая, состояла из трех человек. В той стране это было совершенно новостью, действительно революцией. И нужно было проявить, конечно, очень много упорства. Организаторы фестиваля говорят, что программа «Гран-па» уникальна. Участники фестиваля восстановили давно забытые детские спектакли. Их не показывают ни в одном профессиональном театре. Очень приятно, что такой репертуар привезли гости наши, которые выступят и покажут настоящее, то все хорошо забытое, что сегодня оказывается новым. Фестиваль продлится три дня. Завершится он галоконцертом, в котором будут участвовать лучшие учащиеся детских балетных школ. Денис Акулов, Екатерина Параханяк, Руслан Новиков, Георгий Жилич, Панорама.